Доброе утро, уважаемые слушатели. Мы продолжаем серию вебинаров патентования изобретений промышленных образцов в рамках Евразийской патентной организации. Для тех, кто подключился впервые сегодня, хочу сказать, что это наш первый опыт проведения вебинаров на платформе ЯПВ. Первый день показал, что у вас есть определенный интерес к такому формату, и в дальнейшем мы будем проводить такие встречи регулярно по мере поступления от вас вопросов или тем. Как я говорила вчера, данный вебинар охватывает широкий круг вопросов, но в дальнейшем мы будем выбирать конкретные темы или конкретные области и глубоко их изучать в плане нормативных документов и правоприменительных практики. Все свои пожелания, пожалуйста, пишите на мой электронный адрес, который указан внизу программы. Мы обязательно учтем их. И по итогам вебинара вам будет направлен сертификат об участии. Он будет направлен вам по электронной почте в течение определенного времени. Итак, сегодня у нас три темы в 10 утра, в 12 и в 2 часа дня. По организации все вопросы пишите, пожалуйста, в чат. Переходим к темам. Первая тема. Охрана изобретений в области компьютерных технологий и искусственного интеллекта. Эту тему вам раскроет главный эксперт отдела механики, физики и электротехники ЕПВ Панько Валентин Юрьевич. Пожалуйста, Валентин Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать на наших уже сложившихся вебинарах. Мы анонсируем, что они будут у нас регулярными. Меня зовут Панько Валентин, я являюсь главным экспертом управления экспертизы. Тема нашего семинара, как уже справедливо сказать, охрана изобретений в области компьютерной технологии искусственного интеллекта. Я сразу вас заранее хочу призвать, что как только у вас возникает какой-то вопрос, вы пишите его в чат. Даже если вы ответ на этот вопрос получите позднее в презентации, тем не менее это даст возможность понять живую реакцию. Слышите вы, понимаете, позволит нам наиболее плодотворно, наиболее выгодным в первую очередь для вас образом использовать отведенное под этот вебинар время. Итак, что касается темы охраны изобретений в области компьютерной технологий. Она актуальна уже много десятилетий, однако особый интерес к этой теме обычно возникает с выходом на рынок какой-либо новой технологии. Появляется решение, которое технологии створяют в той или иной степени, и у разработчиков, конечно, сразу возникает желание получить охрану, резонное, замечу, желание получить охрану своего интеллектуального труда и тех зачастую огромных инвестиций, которые были вложены в создание развития их продукта. Ну, так было, например, когда на рынок вышло большое количество решений, основанных, например, на блокчейн-технологиях. Прям целый бум был этих технологий всевозможных. Сейчас интерес к этой теме подогревается вот этим бумовым развитием искусственного интеллекта, связанным с развитием больших лингвистических моделей генеративных сетей и так далее. Вопросов, как правило, у заявителей возникает два. Возможно ли защитить такие решения, как изобретение и как это сделать. И при этом, должен быть, что несмотря на то, что практика рассмотрения таких решений в мире очень богатая, насчитывая там несколько десятилетий, патентные ведомства вынуждены постоянно совершенствовать свои подходы к экспертизе такого рода изобретений, чтобы соответствовать вызовам и иметь возможность предложить изобретателям систему охраны, которая была бы надежной и, в первую очередь, предсказуемой. Каждая новая технология имеет свои особенности, в том числе и с точки зрения правовой охраны. И экспертиза таких заявок по-прежнему остается довольно весьма сложным и неоднозначным делом. Я позволю себе отнять ваше время таким долгим вступлением с одной лишь целью, чтобы обратить ваше внимание на то, что в рамках сегодняшнего вебинара я, конечно, не смогу дать исчерпывающего ответа на вопрос, как сделать так, чтобы получить патент на конкретно разработанные вами решения в области компьютерных металлогий. Вместе с тем, я постараюсь дать вам принципиальный ответ на вопрос, а можно ли защитить патентом решения в области компьютерных технологий. Итак, давайте тогда сейчас я подключу презентацию и мы двинемся по нашей программе. В самом начале буквально в нескольких словах расскажу, собственно, об евразийской патентной системе и евразийской патентной организации, которую я имею честь представлять на этом вебинаре. Думаю, что информация будет полезна и для тех, кто сегодня впервые подключился к нашему вебинару, и тех, кто уже знает не понаслышке, а может быть даже и подает заявки в евразийское патентное ведомство. Итак, главной особенностью евразийской патентной системы, которая является основой всех ее преимуществ, является ее региональный характер. А это означает, что евразийская патентная система работает на территории сразу нескольких государств евразийского региона, и этим выгодно отличается от национальных патентных систем, которые, соответственно, работают только на территориях соответствующих государств. Должен сказать, что национальные патенты системы, естественно, на территориях этих государств, входящих в евразийскую патентную конверсию, тоже есть, однако евразийская патентная система как раз и создана для того, чтобы предоставить возможность как юридическим, так и физическим лицам защищать права на свои изобретения и промышленные образцы одновременно во всех этих странах, ну или в тех из них, на территории которых в защиту прав на свою интеллектуальную собственность заявитель посчитает наиболее выгодной для себя. Несмотря на очевидную выгодность подобного формата, международного взаимодействия, подобных нашей систем, в общем-то, в мире не так-то много. По сути, в дополнение к нам их еще три. Да, это европейское патентное ведомство, две патентных организации на африканском континенте. Поэтому само наличие такой системы в нашем регионе, это преимущество, которым полезно воспользоваться. Евразийская патентная система действует на основании Евразийской патентной конвенции, которая была подписана, как видно из слайда, 9-го сентября 1994 года. В этом году мы отмечаем 30-летие, считаем это даты основания Евразийской патентной организации. Я вам советую обращать внимание на все ресурсы, которые есть в распоряжении Евразийского патентного ведомства. Дальше у меня там будет слайд, где будут прямые ссылки на наши ресурсы. Это и сайт, и ссылка на телеграм-канал, ссылка на ютуб-канал. Там будут анонсированы большое количество наших мероприятий, которые будут вам, я уверен, будут вам интересны. Здесь на этом слайде представлены флаги восьми стран-участников Евразийской патентной конвенции, Туркменистан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Кыргызская Республика, Республика Армения. Дополнительное местонахождение Евразийского патентного ведомства город Москва. В качестве дополнительной информации я сообщу о том, что с 7 октября 2021 года Евразийское патентное ведомство является международным поисковым органом и органом международной предварительной экспертизы, то есть проводит международные патентные поиски и предварительную экспертизу международных заявок. Сразу на всякий случай скажу, что речь идет о специальной процедуре подачи международной заявки, однако обращаю ваше внимание, для тех, кто может быть не совсем знаком с международной практикой, в том, что никакого международного патента на изобретение не существует. Каждое государство выдает свой собственный национальный патент на изобретение. Ну или как Евразийское патентное ведомство патент, действующий на территории 8 государств. Как я уже говорил, преимуществом Евразийской патент системы является то, что выданный в ЕПВ охранный документ патент действует на территории сразу 8, а для промышленных действий на 7 государств. Однако этим преимущества, естественно, не исчерпываются, поскольку для региональных систем появляется возможность обеспечить единую точку, ну, своего рода единое окно обработки заявок на патент. Позволяет обеспечить более удобный и выгодный формат взаимодействия с заявителем. А именно, ну, возможность подать всего одну, а не 8 заявок на изобретение. Ввести только по ней все необходимое дело производства. Возможность подать заявку и ввести всю переписку обращений с ведомством на одном языке. Ну, в нашем случае на русском. Возможность проводить одну единую экспертизу для своей заявки, а не 8, как если бы вы захотели получить патент в каждой из 8 государств. Ну, в том числе, немаловажно то, что вы ведете все финансовые операции, то есть уплачиваете пошлины в одном месте, только с одним контрагентом, евразийским патентным ведомством. И также немаловажно это возможность вести дела через одного патентного поверенного. А если вы являетесь резидентом одного из договорящих государств, то и вообще самостоятельно. Я сегодня буду пролистывать некоторые слайды. Я просто хочу, чтобы они остались обязательно в презентации, которую вам предоставят вместе с документами. Вот. Эти сайты будут важны, будут полезны для вас, когда вы эту презентацию скачаете и еще раз, может быть, перечитаете, перелистаете презентацию. В частности, вот несколько слайдов, касающихся общих вопросов, связанных с исключительным правом, представляемым патентной системой. Здесь, на чем бы я хотел остановить ваше внимание, и потом я раскрою это чуть позже в своей презентации, это то, что патент исключительное право на изобретение, однако в обмен на это право патентоподатель обязан раскрыть техническую информацию изобретения. И потом мы с вами раскроем, вот на этом акцентируйте свое внимание, может быть, где-то запомните, и мы к этому с вами еще вернемся позднее. Часто задают вопрос, а является ли патентование единственной стратегией защиты в интеллектуальной собственности? Сразу отвечу, нет. Стратегию своей защиты, естественно, каждый изобретатель выявляет сам. Можно, например, воспользоваться институтом ноу-хау, обеспечить сохранение коммерческой тайны в отношении всего решения и компонентов. Можно, как делают многие из разработчиков, кстати говоря, в области компьютерных технологий, сделать свою разработку общественным достоянием, опубликовать полную информацию о ней в паблике и вообще без обеспечения патентной защиты, с целью не дать запатентовать значимое для развития технологий решение другим участникам рынка. При выборе стратегии защиты, при этом, заявители обычно принимают во внимание, ну, во-первых, риски, которые возникают при отсутствии патента защиты, ну, например, ими могут воспользоваться конкуренты. Особенно, обращаю ваше внимание, особенно, если товар будет иметь успех. Конечно, никого не интересует товар, который коммерческого успеха не имеет, но как только ваш товар на рынке займет какую-то позицию, будет развиваться, то, я уверен, найдутся конкуренты, которые захотят плодами вашей деятельности воспользоваться. Ну, кто-то другой может запатентовать ваше изобретение, это касается как раз вопросов, связанных с ноу-хау, да, то есть кто-то другой может запатентовать ваше изобретение первым, вот, и не дать вам использовать свое собственное решение. Ну, кроме рисков, конечно, нужно все учитывать и преимущества, которые у вас появляются вместе с получением патента. На этом слайде указаны, показаны некоторые преимущества, которые патентная защита вам предоставляет, но останавливаются на этом, вы это прочитаете, это, в общем, ни для кого не секрет, довольно очень известные факты. Здесь то, о чем я говорил, слайды со ссылками на основные информационные ресурсы ЕПВ, можно найти актуальную информацию и о деятельности ЕПВ, получить прямой доступ к полезным документам, регламентирующим деятельность ЕПВ, конвенции, инструкции, правила, руководство, проведение экспертизы. Кстати, очень полезный документ, достаточно большой и интересный, который стал доступен с прошлого года. Итак, двигаемся дальше. Как видите, тема называется «Экспертиза евразийских заявок». Собственно, экспертиза заявок – это то, чем занимается патентное ведомство, прежде чем выдать патент. Можете спросить, как знание экспертизы поможет мне ответить на поставленные в самом начале вопросы. То есть, как знание экспертизы поможет мне, заявителю составить заявку. Я отвечу, что самым непосредственным образом одним из основных документов, например, которым пользуют эксперты при экспертизе называется «Правило составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийских патентных заявок». То есть, по сути, критерии правильности составления, подачи и рассмотрения одни и те же. И зная, как заявку будут рассматривать, вы автоматически будете знать, как ее и правильно составить. Ну, процедура подачи евразийской заявки – не самая сложная часть нашего процесса. Останавливаться на ней мы не будем. Сама экспертиза тоже не является одним непрерывным процессом, разделена на несколько этапов. Суть первых двух этапов, на мой взгляд, понятна из названия. Формальная экспертиза, патентный поиск. А вот на особенность проведения этапа экспертизы по существу мы в дальнейшем с вами остановимся. Начать хотелось бы немножко с некоторых терминов. Для тех, кто, опять же, не является специалистом в области патентного права, мы используем термины такие, используем и будем использовать даже сегодня в презентации такие термины, как евразийская заявка, евразийский патент. Это не одно и то же. Без евразийской заявки вы не получите евразийский патент, и не всякая евразийская заявка становится позднее евразийским патентом. Евразийская заявка – это заявка на выдачу евразийского патента. Ее можно подать напрямую в ЕПВ через национальное патентное место, или это может быть международная заявка. Евразийская заявка не является, строго говоря, одним документом, а содержит несколько отдельных документов, часть из которых в заявке должна быть обязательно, а некоторые могут и не предоставляться. Итак, евразийская заявка содержит заявление о выдаче евразийского патента, описание изобретения, раскрывающие его с полнотой достаточно для осуществления специалистов, формулы изобретения, чертежи и иные материалы, реферат. Евразийский патент, выдаваемый евразийским ведомством, это документ, который сейчас выдается у нас в электронном виде. Вместе с выдачей патента информация о нем публикуется на ресурсах ЕПВ и оказывается также во всех международных базах данных для участников рынка. Итак, как видно из слайда, который вы видите сейчас на экране, по проведению экспертизы по существу осуществляют проверку материалов заявки определенным требованием. И если заявка прошла все проверки, патент выдается. Если каким-то требованием материалы заявки не удовлетворяют, то в зависимости от сути претензий заявителю может быть предложено исправить ошибки или будет вынесено решение об отказе выдачи евразийского патента. Самым важным юридическим документом заявки является документ под названием формула изобретения. Само название не связано никаким образом с математикой, просто к формуле изобретения предоставляют особые требования в части ее оформления. Ну, например, она должна быть изложена в виде одного предложения и, кроме того, имеет четкую структуру, в которой каждый элемент имеет какое-то свое собственное название. На слайде представлен, например, формула изобретения. Как видите, в ней есть пронумерованные части, которые называются пункты формулы. Пункты формулы тоже неравнозначны. Есть главные пункты, называемые независимыми. Есть зависимые пункты, которые обязательно ссылаются на какой-либо другой. Есть вступительная часть пунктов, в которой определяется объект изобретения и его назначение. Такое элемент называется родовым понятием. Зачем проверять правильность формулы изобретения? Дело в том, что в соответствии со статьей 10 нашей Евразийской патентной конвенции, а это самый главный документ Евразийской патентной системы формулы изобретения, именно формула изобретения определяет объем правовой охраны, представляемой патентной. Формула изобретения представляет логическое определение объекта изобретения, Определяет объект изобретения и выражает сущность самого изобретения. То есть формула изобретения должна не оставлять ни малейших сомнений в отношении того охрану, на что именно заявитель хочет получить. А это невозможно сделать, естественно, если формуле изобретения, например, отсутствует родовое понятие, о котором мы говорили выше, отражающее назначение изобретения. Есть термины или признаки, которые невозможно идентифицировать. Или заявитель, например, забыл перечислить все так называемые существенные признаки. Или используются термины, смысл которых очень широк или не ясен. Объяснение отсутствует в описании. Кстати говоря, в качестве автопика это касается особенно компьютерных заявок. Дело в том, что очень часто специалисты, разработчики компьютерных программ, таких решений, очень часто придумывают свои собственные технологии и придумывают свои собственные термины, которые их обозначают. Сразу обращу ваше внимание, что этот термин, который вы придумали, для того, чтобы вы могли его включить в формула изобретения, он должен быть общеизвестным. То есть, или общепризнанным. Или используемым в данной отрасли. То есть, его должны признать все участники рынка и использовать в этом же самом значении. Иначе эксперт не сможет его правильно идентифицировать. С особенностями формулы изобретения также связано так называемое требование единства изобретения. Дело в том, что патент может быть выдан как только на одно изобретение, так и на группу изобретений, которые должны быть связаны между собой настолько, что образуют единый изобретательский замысел. Формула изобретения позволяет такие группы изобретений заявлять. В частности, на слайде вы видите части одной длинной формулы изобретения, где заявлен и способ представления аудиоканалов. То есть, на том, что именно заявлено, можно не сосредотачиваться, а посмотреть на родовые понятия. Способ представления аудиоканалов, декодер аудиосигнала и способ декодирования аудиосигнала. То есть, казалось бы, довольно в одном случае, в двух случаях это способы, причем способы разные, в третьем случае это вообще устройство. Ну и, соответственно, чтобы у заявителя не было соблазна запатентовать одной заявкой сразу все свои изобретения, которые он изобрел, исключительно из коммерческих соображений, поскольку каждая заявка, естественно, стоит каких-то денег. Проводит проверку на соответственные требования единственного изобретения. Главное, что по результатам проверки, в случае, если требование не соблюдено, заявитель должен ограничить евразийскую заявку изобретением или группой изобретений, отвечающих вот этому требованию единственного изобретения. Кроме того, он может подать одну или несколько выделенных евразийских заявок на те изобретения, которые ему пришлось, в конце концов, из формулы изобретения исключить. Мы с вами рассматривали требования, которые предоставляют в основном формулы изобретения, однако есть требования, которые предоставляются к материалам заявки целиком. Важнейшим из таких требований является полнота раскрытия изобретения. Вы помните, мы вначале обращали внимание на то, что в обмен на предоставляемое государственным исключительное право от заявителя требуется раскрытие изобретений. За раскрытие решения. Таким образом, важнейшим из таких требований является полнота раскрытия изобретений. При проверке этого требования проверяется описание изобретений. На слайде вы как раз видите пример описания, где есть, например, раздел сущность изобретения, где вот это раскрытие, как правило, и происходит. А почему важно, чтобы евразийская заявка раскрывала сущность изобретений достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистами? Это следует, как я уже говорил, из публичности патентного права. Выдавая патентное изобретение, государство предоставляет владельцу как бы монополию на его товар, однако взамен требует полного раскрытия. В этом и состоит, собственно, суть вот этого, если хотите, соглашения. Поэтому, если заявитель пытается скрыть какие-то существенные элементы своего решения, то и монополию он не получает, то есть будет вынесено решение об отказе выдачи евразийского патента. Это тоже очень важно, особенно применительно к заявкам, связанным с компьютерными технологиями. Очень часто я слышу такое, даже недавно на каком-то вебинаре был один из патентов поверенных сообщил, что он рекомендует своим заявителям не раскрывать полностью свое изобретение таким образом, чтобы конкуренты не могли его воспроизвести. Это категорически неприемлемые случаи, на такое изобретение, естественно, не будет выдан евразийский патент. И, кстати говоря, не только евразийский, но и никакой другой. Поэтому к этому надо подходить очень осторожно. Очень часто заявители предоставляют материалы заявки, которые больше похожи на рекламные буклеты своих решений, а не на описание какого-то технического решения. Это тоже может сказаться на перспективах выдачи патента на это изобретение. Еще раз обращу ваше внимание на важность полноты раскрытия. Здесь есть два момента. Первое. Вы можете не получить патента на основании этого требования, не соблюдение этого требования. Но что еще более печально, вот эта важная норма может служить основанием для аннулирования патента, который вам по тем или иным причинам был выдан. Представьте себе ситуацию, когда вы продавили свою позицию через эксперта, тем или иными способами вам выдали патент, решение, которое недостаточно полно раскрыто. Вы вложили средства в развитие этого продукта, и вдруг третье лицо подает заявление об аннулировании этого патента. И на основании отсутствия соответствия требования вот этой полноты раскрытия, оно может добиться своего результата. Этот патент ваш может быть аннулирован. И деньги, вложенные в развитие этого проекта, могут оказаться под угрозой. Надеюсь, я вас не слишком напугал. Все проверки, о которых я говорил выше, безусловно, важны. И, как я уже говорил, требование полноты раскрытия может служить основанием для вынесения решения об отказе. Но все же, если хотите, основой экспертизы по счету является проверка изобретения на соответствие так называемым условиям патентоспособности. Собственно говоря, до этой проверки поданная заявка скорее рассматривается экспертом, как описывающий некое решение, о признании которого изобретением еще нужно сделать вывод. Для проверки патентоспособности у эксперта есть четкий алгоритм, который представлен на слайде. Подобные алгоритмы используют не только в евразийском патентном ведомстве. Такие же алгоритмы есть в любом патентном ведомстве, который проводит анализ на патентоспособности и экспертизу по счету. Тут есть плохая и хорошая новость. Плохая состоит в том, что признание решения несоответствующим требованиям, указанных в каждом из этих указанных на моем слайде блоков, может служить основанием для вынесения решения об отказе выдачи патента. Хорошая новость в том, что у заявителя есть возможность внесения изменения формулы изобретения. Иногда эксперт в редких случаях может даже указать заявителю по возможности на то, каким образом изменения могут быть внесены. Здесь есть один нюанс, очень важный. Все изменения возможны только в объеме первоначальных материалов заявки. То есть должны быть формулы изобретения первоначально поданы в описании или, как у нас указано в нормативных актах, недвусмысленно следовать из чертежей. Итак, что же проверяют? Во-первых, заявленное решение не должно относиться к перечисленным вправе 3-4 инструкции объектам. Что это значит? Это значит, что оно не должно быть сортом растений, породы животных и так далее. Нас интересует в данном случае, я не буду здесь останавливаться, решение в области компьютерных технологий, поэтому здесь мы останавливаться не будем. Мы перейдем сразу к следующему слайду. Более важной для нас является проверка на соответствие так называемому правилу 3-3 патентной инструкции, в соответствии с которым не признаются изобретениями. В частности, здесь указан целый список исключений. Нас интересует левый и нижний угол моей презентации, где указано, что не признаются изобретениями, в частности, программы для вычислительных машин. И здесь я вас также обращаю ваше внимание на то, что такие решения не признаются изобретением в тех случаях, там снизу написано, когда евразийская заявка или евразийский патент касаются только непосредственно какого-либо из перечисленных объектов как такового. А позднее мы с вами коснемся, что это означает с точки зрения возможностей и принципиальной патентспособности подобных решений. Некоторые примеры таких решений вот здесь указаны, которые мы в данном случае исключаем в том виде, в котором мы здесь представлены, мы исключаем из рассмотрения на этих основаниях. Вы тоже можете потом позднее пролистать, ознакомиться, посмотреть. Я перейду дальше. Хочу здесь обратить наше внимание, что в некоторых юрисдикциях такие заключения, как в ЕПО, записаны прямо в нормативных документах. Например, в Кодексе Российской Федерации, в Европейской патентной конвенции. В некоторых странах это напрямую не указанность, но используются некоторые алгоритмы, которые позволяют такие оценки подобных решений производить. Надо отметить, что разница в законодательствах и некоторых методах оценки приводит к тому, что на одно и то же решение в разных юрисдикциях можно получить, а можно и не получить патента. Например, здесь представлен традиционный пример, который я очень часто использую в презентации. Вот здесь есть такая заявка, по которой абсолютно идентичные заявки, которые были поданы в США и в Европейское патентное ведомство. В США был выдан патент, а Европейское ведомство отказало в его выдаче. Вот эту информацию я привожу лишь с одной целью доказать, что методы экспертизы, о которых я сегодня вам буду рассказывать, не универсальны. Имеет отношение только к практике рассмотрения заявок в Евразийском патентном ведомстве. Кстати, вот опять в качестве офтопика сообщу, что, например, даже одно из договаривающихся государств Евразийской патентной системы Армения совсем недавно, как бы это правильно сказать, чтобы не получилось, что тавтология исключила из исключения программы для ЭВМ. Ну, правда, они у них назывались, эта строка называлась «Алгоритмы для вычислительных машин». Так вот, в последней редакции патентного закона Армении эта строка была убрана. Но зато добавлены были некоторые требования, которые предъявляются для решений, основанных на использовании компьютера. Указанная вот мной выше запись нашей патентной инструкции о том, что программы для ЭВМ не являются изобретениями, очень часто интерпретируется заявителем как прямое указание на то, что в рамках Евразийской патентной системы нельзя получить охрану на решение, реализуем при помощи компьютеров. Я, кстати, не зря использую в данном случае немножко другой термин уже, да, не термин «программа для ЭВМ», который может показаться просто синонимом термину «программа для ЭВМ», но с точки зрения патентного права использование такого термина многое меняет. Кстати говоря, касаясь российского патентования, вот сейчас были внесены дополнения, изменения в российские нормативные документы, которые касаются в том числе компьютерных технологий и рассмотрения таких заявок. Кстати, рекомендую вам тоже за ними посмотреть. Итак, мне все-таки хотелось начать с вами вопрос, связанный с охраной подобного рода решений, с некоторых определений. Определение программ для ЭВМ, которое внесено нами в руководство по экспертизе, а на практике используется экспертом при рассмотрении заявок, выглядит так. Программы для ЭВМ являются представлены в объективной форме, совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Это соответствует указанному в Гражданском кодексе Российской Федерации определению программы для ЭВМ. Важным здесь является указание на форму представления, а именно объективную форму представления. Что это значит? Это значит, что если заявитель хочет получить патент на программу для ЭВМ, при этом представив ее в виде исходного текста программы, объектного кода или совокупности физических состояний элементов памяти запоминающего устройства или физических особенностей каких-то участков интегральной схемы, которые используются для программирования, то такое решение будет признано экспертом согласно указанному вышеопределению программой как таковой. И такое решение совершенно точно не будет признанным изобретением и на него не будет выдан евразийский патент. Для тех, кто не слишком знаком с программированием, на слайде я представил два варианта объективного представления программы для ЭВМ. Вот, собственно, если будет подана заявка, в которой в формуле изобретения будут вот такие записи, то эксперт совершенно точно расценит это программой как таковой. Во всех других случаях к заявленному решению будет применяться специальный алгоритм, который позволяет проверить заявленное решение на соответственные требования. Ну, во-первых, проверяется, не относит ли... Я просто перечислю, дальше я постараюсь раскрыть, что это значит. Проверяется, не относит ли родовое понятие заявляемое решение напрямую к объектам, перечисленным в правилах, о которых мы говорили выше. Определяет выраженные ли признаки решения в форме, характеризующем созданные и приобразованные человеком материальные объекты или процессы. Содержит ли формула изобретения признаки, характеризующие решение, которое относится к объектам, перечисленным в правилах. С другой стороны, содержит ли формула изобретение признаки, характеризующие решение, которое не относится к объектам, перечисленным выше. По результатам анализа, если по пунктам 1, 2, 4 есть положительный ответ, принимают решение о соответствии заявленного решения требованием правил 3.3 и 4 инструкции. Решение признается изобретением и дальше осуществляет проверку в соответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, о которых мы говорили чуть выше. Показать, что означает проверка на то, относится ли родовое понятие заявленного решения напрямую к объектам, перечисленным в правилах 3.3, лучше, например. Вот, например, на слайде 41 не относят, а на слайде 42 родовое понятие вот такое относит. При этом, как я уже говорил, эта информация не универсальна, поскольку, например, в Японии такого требования не предъявляется. Формулировка родового понятия компьютерная программа при этом в Японии вполне возможна. Второе, в нашем алгоритме было определение, выражены ли признаки решения формы, характеризующие созданный или преобразованный человек в материальный объект или процесс устройства, способ, вещество, биотехнологический продукт. Объектами изобретения в Евразийской патентной системе могут являться созданный или преобразованный человек. Объектами изобретения в Евразийской патентной системе могут являться созданный или преобразованный человек в материальные объекты или процессы. В частности, устройство, способ, вещество, биотехнологический продукт, а также применение устройства, способа, вещества и биотехнологического продукта. А где у нас отражается объект изобретения? Правильно, в родовом понятии. Однако, простого указания в родовом понятии того, что заявлен, например, способ или заявлен, например, устройство, тоже недостаточно. К признакам, используемым для характеристики решения в пунктах формы изобретения, также предъявляются определенные требования. Так, для характеристики устройства могут быть использованы в частности следующие признаки. Конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием функциональным назначением блоков, узлов, конструктивных элементов. Я сакцентировал на функциональном назначении блоков. Мы позднее поговорим и об этом, что такое использовать функциональное назначение для характеристики решения, использующего какие-то компьютерные технологии. Связь между блоками, узлами, элементами, форма выполнения связи. Вот, кстати говоря, здесь я тоже хотел обратить внимание на связь, вот при характеристике устройства, на связь между блоками, узлами, элементами. Я позднее тоже остановлюсь на этом при разговоре, связанном с оценке патентоспособности, условия патентоспособности изобретательский уровень. Вот, и мы к этому еще вернемся. Пока просто зафиксируйте для себя, что два понятия – функциональное назначение блоков и второе – это связь между блоками, узлами и элементами. Для характеристики способа между тем могут быть использованы в частности следующие признаки – выполняемые действия, последовательность выполняемых действий, условия осуществления этих действий. Исходя из практики, реализуемые на компьютере решения чаще всего заявляются в трех основных формулировках. Это способ, реализуемый на компьютере. Здесь надо сказать обязательно, что должно быть назначение. Например, способ для обработки сейсмических данных. Это особенности евразийской патентной системы. В некоторых юрисдикциях такого требования нет. Поэтому, например, заявки, которые поступают к нам от заявителей из Соединенных Штатов, например, Америки, они могут не содержать назначение изобретений. Они могут быть заявлены просто в способ выполнения тех или иных операций. Система. Здесь также содержащая процессор, хранящаяся в памяти инструкции, обеспечивающая реализацию некоторого функционального назначения. Здесь опять обращаю ваше внимание на то, что назначение обязательно. Ну, иногда заявляют еще такой объект, машиночитаемый носитель информации. Но это скорее дань, может быть, как бы прошлым годам, когда программы распространялись и продуктом были именно машиночитаемые носители информации. Есть несколько нюансов, которые позволяют заявители за счет правильной формулировки. Обращаю ваше внимание на счет правильной формулировки. Здесь очень важно использовать правильные формулировки. Избежать нарушения указанных на высшие требования. Так, например, если вы заявляете свое решение, реализуемое с использованием компьютера, как объект изобретения типа способ, то независимый пункт формулы изобретения, характеризующий такой способ, должен в том или ином виде содержать указания на наличие технических средств, обеспечивающих его выполнение. То есть там должно быть указание на процессор, память или какое-то микропроцессорное устройство, которое этот способ обеспечивает выполнение этого способа. Если вы заявляете решение, реализуемое с использованием компьютера, как объект изобретения типа система или устройство, то независимый пункт формулы изобретения должен содержать указание на наличие технических средств, осуществляющих хранение программного кода в виде исполняемых процессором инструкций и технических средств, осуществляющих выполнение упомянутых инструкций. Еще раз. Обязательно должны быть технические средства, в которых эта условная программа или условные программные инструкции хранятся. И должны быть средства, которые выполнение этих инструкций обеспечивает процессор, память. Это необходимо, чтобы отразить взаимосвязь программной части решения с аппаратной частью, поскольку технический результат в случае решений с использованием компьютера достигается не за счет какого-либо из этих компонентов аппаратных или программных отдельно, а за счет их взаимодействия. И если этого не сделать, то решение уже не сможет рассматриваться экспертом как соответствующим установленным требованиям. Обращаю ваше внимание на формулировки еще раз, которые используют при характеристике системы или устройства. Поскольку мы рассматриваем объект, который довольно сложен в рассмотрении, то к формулировкам нужно быть особенно внимательным. Например, заявители часто обобщают несколько возможных частных случаев выполнения изобретений за счет указания функционального назначения компонентов устройств, то, о чем мы с вами говорили. И используют выражение «выполнен с возможностью». Как мы видели выше, это разрешено. То есть характеризовать устройство через функциональное назначение блоков можно. Однако использование такого оборота в признаках решения, реализуемой при помощи компьютера, может привести к некоторым проблемам, что ли. Например, сравните. Система, содержащая процессор, машиночитаемый носитель, выполненная с возможностью исполнения машиночитаемых инструкций, обеспечивая их выполнение некоторых функций с затяжением некоторого технического результата. Здесь нужно отметить, что возможность исполнения машиночитаемых инструкций есть прямое назначение компьютера. И в чем, собственно, в данном случае он отличается от любых других компьютеров, не совсем понятно. А теперь сравните. То же самое решение, но в другой формулировке. Система, содержащая процессор и машиночитаемый носитель, в котором записаны машиночитаемые инструкции, которые, в свою очередь, при исполнении процессором обеспечивают выполнение некоторых функций с затяжением некоторого технического результата. А здесь уже заявитель напрямую указывает, что особенностью устройства является память с записанным в нем инструкциями. И именно такая система, то есть совокупность аппаратной и программной части, именно такая система обеспечит возможность выполнения заявленных функций. Двигаясь дальше по нашему алгоритму, переходим к определению, содержит ли формула изобретения, признаки, характеризующие решение, которые относятся к объектам перечисленных правилам. И в правилах 3.3 и 3.4 инструкции содержат ли формула изобретения, технические признаки, характеризующие решение, которые не относятся к объектам перечисленных правилам. Это лучше показать на примерах. Ну вот здесь заявлен способ суммирования двух положительных чисел. Заключающиеся в том, что и так далее. Вы можете прочитать. Или способ управления договорами на услуги потребительского типа. Опять же, включающие этапы, на которых придают равномерный заявок и так далее. Вы тоже можете это прочитать. На этом останавливаться мы не будем. Поэтому просто я хочу обратить ваше внимание на то, что из предлагаемых фрагментов, хотя это фрагменты формулы изобретения, независимого пункта формулы изобретения. Хотя из материалов заявки известно, что заявляемое решение выполняется на компьютере, однако формуле изобретения в независимом пункте формулы изобретения это никак не отражено. И вместе с тем в ней присутствуют только признаки метода выполнения умственных операций. Ну, то есть суммирование, например, да. Суммирование может выполняться в уме, может выполняться, извините, на листочке бумаги. Или метод организации управлением хозяйством. То есть обработка договоров может выполняться в рамках производственного процесса и определяться регламентом передачи какого-то документа оборота из одного подразделения в другое. То есть это никак не связано с каким-то техническим характером этого решения. Кроме того, мы отвечаем, что ни одно из заявляемых решений не приводит к созданию новых или изменению известных материальных объектов и их исследованию. То, о чем мы говорили чуть выше. То есть несмотря на наличие слова способ в родовом понятии, по существу этот объект изобретения способом-то в общем-то и не является. Ни первый и ни второй. Я думаю, что по итогам нашего сегодняшнего вебинара мы с вами поймем, как правильно переформулировать эти родовые понятия, переформулировать независимый пункт формулы изобретения с учетом описания изобретения. Как я уже говорил в описании, это собственно было указано, что эти два способа реализуются на компьютере. Возможно, при наличии в описании изобретения указание то, что это все-таки реализуемый на компьютере способ. И возможно, при указании в описании о том, что это не просто способ суммирования положительных действительных чисел или способ управления договорами на услуги потребительского типа, а это действительно некий способ, который по итогам выполнения приводит к достижению какого-то технического результата. Возможно, в этом случае мы с вами сможем говорить о принципиальной патентспособности таких решений. Двигаемся дальше. Здесь у меня для иллюстрации примера, довольно простого, связанного с оценкой признаков формулы изобретения. Есть такой показательный пример из практики, он довольно простой. В свое время нам была подана заявка на систему, которая использует программное решение для определения положения дефекта на куске стекла и определения оптимальной схемы разрезания куска на части с учетом попадания дефекта в обрезке. Была заявлена как система, так и способ вырезания множества кусков стекла из по меньшей мере одного листа. Здесь представлен фрагмент формулы изобретения. И если ее подробно проанализировать, эту формулу изобретения, то этот пункт формулы изобретения содержит признаки, как характеризующие решения, которые относятся к объектам перечисленным в правилах 3.3, то есть какие-то этапы работы, обеспечиваемые работой программной части этого устройства, выделено у меня красным. Также этот пункт формулы изобретения содержит и признаки, характеризующие решение, которые не относятся к объектам перечисленным в указанных правилах. Изучив формулу изобретения, эксперт пришел к выводу о том, что поскольку признаки, характеризующие это решение, возвращаться назад к алгоритму мы не будем, но эксперт пришел к выводу, что поскольку есть признаки, характеризующие решение, которое не относится к объектам, а то есть относится непосредственно к способу, к объекту способа, то и данное решение является изобретением, и дальше эта заявка рассматривалась с точки зрения соответствия условиям патентоспособности. Итак, в соответствии с нашим алгоритмом, когда эксперт вот сделал именно такой вывод о том, что решение является изобретением, он переходит к отцентке соответствия так называемым условиям патентоспособности, а их патентам правят три. Промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень. И первым условием патентоспособности оцениваемым экспертом является соответствие условию патентоспособности промышленной применимости. При проверке соответствия изобретения условия патентоспособности промышленной применимости устанавливается наличие в материалах заявки указания на назначение изобретения, то, о чем мы с вами уже говорили, наличие в материалах заявки или источниках информации, относящейся к происшествующему уровню техники сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно характеризовано в формуле изобретения. Кстати, вот это перекликается с тем, о чем мы с вами говорили, то есть это перекликается с нормой о полноте раскрытия изобретений. С первым требованием все, в общем, понятно. Мы с вами уже говорили, что назначение, вы должны указать это назначение в родовом понятии. Второе, как я уже сказал, перекликается с требованием полноты раскрытия. Действительно, требование важно, особенно для программных средств, поскольку не все решения, которые могут быть использованы в изобретении, имеют понятную даже для специалиста реализацию. Например, сейчас, наверное, не так, но долгое время возможность использования средств компьютерного зрения для решения конкретных, не общих, конкретных задач распознавания конкретных образов была не такой уж тривиальной задачей. И простое указание, например, о том, что используются средства распознавания образа без раскрытия методов ее решения заявителям, в этом случае решение о признании промышленной применимости не могло быть принято экспертом. Подтверждением этого является тот факт, что эта, например, технология уже использовалась где-то в уровне техники. Итак, для проверки на соответствие условия патентспособности промышленной применимости есть тоже свой определенный алгоритм. Здесь хочется обратить внимание на необходимость наличия не только в описании, но и именно в формуле изобретения всех признаков, необходимых для обеспечения ожидаемого технического результата. Это не значит, что вы обязаны полностью подробно указывать все блоки вашего устройства или этапы заявленного способа. Это требование обязательно в отношении тех элементов вашего решения, без которых не может быть достигнут указанный вами технический результат. Далее, после признания, сразу должен сказать, что отказы по отсутствию промышленной применимости в области компьютерной технологии у нас довольно редки. Поэтому, как правило, эксперт далее переходит... Почему редки? Потому что чаще всего проблемы заявок заявителей, связанных с заявлением, которые подают заявки на изобретение подобного рода, связаны с тем, что отсутствует полнота раскрытия изобретения. То есть, по сути, к моменту проверки промышленной применимости, если уж до этой стадии эксперт дошел, то, скорее всего, в полноте раскрытия это изобретение соответствовало. Ну, а значит, и условия патентспособности промышленной применимости тоже. Далее проверяется соответствие условия патентспособности новизна. Как говорят, новизна является объективным критерием, то есть изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Проверка новизны осуществляется в отношении совокупности всех признаков, характеризующих изобретение, то есть содержащихся в формуле изобретения. Именно для этого, в частности, на более ранних этапах так тщательно проверяются соответствия формулы изобретения установленным требованием. Обращаю ваше внимание на то, что производят анализ наличия признаков заявленного изобретения, которые присутствуют в независимом пункте формы изобретения в противопоставленном документе, а не наоборот. Это значит, что сравниваемые решения не обязательно должны быть идентичны. Часто заявители говорят, что в противопоставленном решении, например, сложнее заявленного у него, к примеру, в противопоставленном решении больше функций. Это в данном случае не важно при оценке новизны. Если все заявленные компоненты в противопоставленном документе описаны, тогда новизны нет. На слайдах далее описан алгоритм проверки условий патентоспособности новизна. Здесь у ЯПВО никаких новаций по сравнению с практикой, используемым в мире во всем мире нет. Определяют предшествующий уровень техники и так далее. В отношении реализуемых на компьютере решений я бы хотел обратить ваше внимание на следующее. Что если входящая в состав группы изобретений реализуемый на компьютере способ... Если входящий в состав группы изобретений реализуемый на компьютере способ признается соответствующим требованию новизны, то возможно использование следующей формулировки, которая автоматически делает удовлетворяющим требованию новизны, и систему, реализующую этот способ. Часто так заявители делают. Заявляют способ, способ оказывается новым, а далее используют формулировку типа следующей. Система или устройство, включающие процессор, машиночитаемый носитель с записанными на него машиночитаемыми инструкциями, которые при исполнении процессором обеспечивают выполнение этапов способа по пункту там такому-то такому. То есть такая формулировка возможна, но опять же в том случае, если сам способ признан соответствующим условием новизны. Оценка новизны осуществляется по отношению к документам так называемого предшествующего уровня техники, который включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если из прошлого приоритета, то до даты приоритета. А что здесь, на что здесь хочется обратить ваше внимание, это оборотная сторона того, о чем я говорил вам при раскрытии, когда говорил о полноте раскрытия изобретений. Дело в чем? Дело в том, что специалисты в области компьютерных технологий, то есть как они составляют заявку в виде рекламных буклетов, очень часто в виде такого своеобразных рекламных буклетов, не описывающих детали технического решения. Так очень часто и документация, выкладываемая в интернет, а чаще всего поиск происходит, естественно, по данным, находящимся в общем доступе в интернете. Точно так же и компании, которые хотят вывести на рынок свои решения без патентования, описать просто свое решение, точно так же и в этих, и точно так же эти компании свои решения зачастую в виде рекламных буклетов и публикуют. И при этом, в этом случае перед экспертом очень часто встает вопрос. Он, в принципе, просматривая уровень техников, он, встречая какое-то решение, какую-то программу, который он, возможно, уже пользовался. Получая заявку на патент на подобное решение, он стоит перед такой проблемой. Он не может противопоставить вот этот рекламный буклет решению, на которое сейчас какая-то другая компания хочет получить патент. Поэтому, обращая внимание тех разработчиков, которые, например, решили не избрать другую тактику защиты своего программного обеспечения, не ту, не патентную защиту, а просто, например, через публикацию сведений о своей разработке в общем доступе, обращая внимание на то, что нужно публиковать больше технической информации о своей программе. В этом случае, действительно, ваше решение может быть противопоставлено заявленным и обоснованно противопоставленным заявлением. На источниках информации останавливаться не будем. То есть, к источникам информации относятся, ну, в случае компьютерных решений, они, как правило, им противопоставляются сведения, полученные в электронной форме из интернет, из различных сайтов. Поэтому здесь останавливаться не будем, мы перейдем дальше. Дальше, здесь, о чем я хотел сказать, это вот вернуться к... Я тоже пролистаю этот слайд. Нужно здесь отметить, что обычно не проводится анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов, если установлено, что предложение, описанное в независимом пункте формы изобретения, является новым. То есть, если в независимом пункте изобретения заявлено уже новое решение, то дальнейшая проверка на новизну зависимых пунктов теряет всякий смысл. Считаются удовлетворяющими требованиями новизны такие изобретения группы, как способ получения продукта, способ предусматривающего использования продукта или его применения, если входящий в состав группы изобретения продукта признается соответствующим требованиям. В отношении реализуемых на компьютере решений, как я уже говорил, это означает то, что если входящий в состав группы изобретения реализуемый на компьютере способ признается соответствующим требованиям новизны, то возможно использование той формулировки, о которой я говорил выше. То есть, система, включающая процессор и так далее. Если для заявленного изобретения установлено соответствие условия патентоспособности новизна, то это еще не значит выдачу патента. Происходит переход к оценке условий патентоспособности изобретательский уровень. И в соответствии с правилом 3.1 инструкция изобретения имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует с предшествующего уровня техники. Здесь видим два субъективных критерия оценки. Этого условия патентоспособности уже включены в самоопределение. Во-первых, для специалиста. Во-вторых, очевидным образом оба критерия, как мы видим, довольно субъективны. По сути, алгоритм проверки соответствия заявленного решения условия патентоспособности изобретательский уровень, он по сути и придуман для того, чтобы сделать эти субъективные критерии более объективными, а решение эксперта более предсказуемым для заявителя. Первые два этапа этого алгоритма являются следствием проверки на результате. Действительно, мы проверяем изобретательский уровень, потому что выявили отличия между нашим изобретением и решениями, которые были обнаружены в документах изобретения техники. Третий этап связан с данными, которые мы получили при проверке соответствия заявленного решения требованием правил 3.3 и 3.4 инструкции. Как вы помните, тогда мы условно разделили признаки формулы изобретения на две части. Ну, как вот, например, в способе резки стекла. То есть одни из них характеризуют решения, которые относятся к объектам, перечисленным в правилах, то есть исключены из патентной защиты. А другая часть характеризует решения, которые не относятся к объектам, перечисленным в этих правилах. Кроме того, на предыдущих тапах мы выявили так называемые отличительные признаки. Теперь нам нужно проанализировать, есть ли эти отличительные признаки среди признаков, характеризуют их решение, которые относятся к объектам, перечисленным в правилах, инструкции. Если да, то нам нужно определить техническую взаимосвязь этих признаков с другими техническими признаками заявленного решения. Чтобы не получилось, что ваша программа или элемент искусственного интеллекта существует как бы отдельно от вашего устройства или реализуемого способа. Если нет, мы успокаиваемся, переходим к четвертому этапу проверки, на котором мы проверяем вклад, обеспечивающий указанными отличительными признаками в достижение заявленного технического результата. Что значит, если нет? То есть, если, например, отличительные признаки вашего заявленного изобретения вообще как бы связаны только с каким-то техническим решением, то есть решением, которое из правовой охраны никак не исключено. Например, с особенностями аппаратуры, которая эту программу или там программный какой-то элемент, элементы искусственного интеллекта запускает. Но если так, тогда мы можем опустить вот эту вот часть нашей проверки и перейти дальше. Далее мы возвращаемся к документам уровня техники и ищем там публикации с теми как раз недостающими, если можно так сказать, признаками. А потом определяем для тех же целей, что и в заявленном изобретении используются эти признаки в этой найденной нами публикации. То есть устанавливаем известность влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный технический результат. Таким образом мы показываем очевидность для специалиста выбрать именно такое решение, поставленное заявителем задачи. Кстати, здесь имеет смысл сказать, что зачастую сама постановка задачи, в самой постановке задачи может заключаться какая-то новизна и какой-то новый технический. То есть иногда говорят так. Это же очевидно для специалиста. Но в процессе рассмотрения заявки решение кажется очевидным. Но очень часто решение кажется очевидным как бы уже только потому, что эксперт уже ознакомился с материалами заявки. На это нужно обращать внимание, потому что когда решение может быть простым, очень сложным может оказаться постановка задачи, которую решал изобретатель своим решением. Для того, чтобы несколько упростить эксперту и заявителю задачу с точки зрения предсказуемости в вынесении решений, в упомянанных на высшем правилах составления подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийских патентов, введены так называемые субкритерии для оценки патентоспособности, изобретательский уровень. А именно, что может являться основанием для вывода о соответствии изобретения к изобретательскому уровню. Вот здесь перечислены такие субкритерии. Здесь я вот, например, хочу отметить удовлетворение длительно существующей потребности или простота заявленного изобретения решающего давно существующую проблему. Здесь это подтверждает именно то, о чем я вам говорил выше. То есть поставлена задача, которая долгое время не решалась. И вот изобретатель эту задачу решил. Возможно, решение этой задачи покажется эксперту простым и очевидным. Но свидетельством о том, что задача имеет какое-то решение, имеет оригинальность, может быть то, что в течение длительного времени почему-то решение этой задачи таким образом не проходило никому в голову. Ну и на следующем слайде указана проверка соответствующих условий по способности изобретательский уровень. Здесь я бы хотел обратить внимание на один момент. Помните, в самом начале я вам говорил, чтобы вы запомнили несколько вещей, связанных с характеристиками устройства. И к характеристикам устройства относились, например, некие связи между функциональным и блоком. Зачастую заявки в области компьютерной технологии поступают в виде некого набора функциональных блоков, которые выполняют какие-то функции. Один блок выполняет, то есть заявляется, например, способ или система, например, выполняющая какое-то назначение, состоящая из блока, например, выполняющего какую-то одну функцию, связанного с блоком, выполняющим другую функцию, связанного с блоком, выполняющим третью функцию. Здесь очень важно в таких средствах указывать очень четко на связи между этими блоками. Не просто говорить, что один блок связан с другим, это понятно. Нужно указывать, в чем именно заключаются особенности этих связей. Хорошо, это может быть передача каких-то особенных данных. Это может быть какая-то особенно, не знаю, конструкция обмена данными. Но эти связи должны быть иначе. Обратите внимание на левый нижний квадратик. Создание средства, состоящего из известных частей, выбор и связь между которыми осуществляется на основе известных правил и рекомендаций. А достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами указанных частей и связей между ними. Вообще, в целом, на этом строится все современное программирование на использовании уже каких-либо библиотек, использовании тех или иных блоков, которые так или иначе между собой взаимодействуют. И поэтому, если вы не указываете в свои заявки и формуле, изобретение в том числе, вот эти особенности связи между этими блоками, то, скорее всего, вам будут противопоставлены документы, порочащие изобретательский уровень вашего решения. Прошу вас на это обратить внимание, именно с точки зрения особенностей рассмотрения подобных заявок. Резюмируя то, что я уже говорил ранее, могу сказать следующее. Во-первых, не может считаться изобретением решения, как таковое, представляющее из себя программу, выраженной в одной из объективных форм. В соответствии с точки зрения. Но в то же самое время может быть признан изобретением техническое решение, не относящееся, как таковое, к объектам перечисленных правил, в котором признаки, характеризующие программу для ИВМ, имеют техническую взаимосвязь с другими признаками, являются, например, этапами способа, узлами или блоками устройств и обеспечивают вклад в достижение циверного технического уровня. Это в качестве резюме по тому, о чем я говорил выше. Если у меня еще есть время, я немножечко двинусь дальше, тогда в особенности экспертизы, изобретений, связанных с элементами искусственного интеллекта. На определениях мы останавливаться не будем, вы их можете прочитать, специалисты об этом прекрасно знают лучше меня. А хочу акцентировать ваше внимание на том, что с точки зрения патентного права, искусственный интеллект, компьютерные приложения, способные к интеллектуальному поведению, к такому, как обучение, рассуждение, решение задач. И с точки зрения патентного права, подобные изобретения в области искусственного интеллекта относятся к решениям, реализуемым на компьютер. А что это значит? Это значит, что подходы, применяемые патентным ведомством при оценке патентоспособности таких решений, применимы также к изобретению в области искусственного интеллекта. То есть подходы, применяемые к, о том, о чем мы говорили выше, к реализуемым на компьютере решениям, они те же самые в области искусственного интеллекта, но, как говорится, есть некоторые особенности, которые нужно учитывать. Во-первых, как я уже говорил, использование терминологии. Например, такие термины, как машина опорных векторов, машина рассуждений, нейронная сеть, характеризующие технические признаки изобретения, в том числе родовое понятие, могут в зависимости от контекста относиться и к абстрактным моделям или алгоритмам, и таким образом сами по себе не обязательно подразумевают использование технических средств. Вообще, использование терминологии IT, как я уже говорил, требует особенного внимания, поскольку, как, опять же, я уже упоминал, зачастую программисты легко дают своим разработкам новые имена, однако для того, чтобы термин можно было использовать формулу изобретения, нужно, чтобы он был общепринятым в отрасли. Если это не так, то от заявителя требуется раскрывать, собственно, не сам термин, а раскрывать, что под собой этот термин несет, какую функцию он выполняет, какую последовательность операции он делает. Материалы заявки, характеризующие решение, основанное на использовании элементов искусственного интеллекта, требует дополнительного особого внимания к оценке промышленной применимости и раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом с затяжением заявленного технического результата. С одной стороны, конечно, очевидно, что элементы искусственного интеллекта, в частности нейронные сети, машинные обучения, находят огромное применение в различных областях техники. И это очевидно. Но, с другой стороны, мы знаем, как мы знаем, полнота раскрытия означает, что любой специалист, основываясь только на материалах патента и известных на дату подачи знаний в данной области, не привлекая дополнительные творческие возможности, должен иметь возможность воспроизвести изобретение. Причем это изобретение должно работать именно так, как оно описано в материалах заявки и приводить именно к тому, описанному материалу заявки, техническому результату. А учитывая особенность реализации искусственного интеллекта как некого черного ящика, бывает трудно сделать это без наличия данных об используемой модели или особенностях данных, на которых тренировка этой модели происходила. Что именно необходимо указывать в материалах заявки зависит в первую очередь от природы влияния признаков на заявляемый технический результат. Такое влияние может быть обусловлено несколькими причинами. Ну, например, самый простой это причинно-следственная связь входных и выходных параметров, при которой изменение одной переменной вызывает изменение другой переменной. Или одно событие является результатом возникновения другого события. Может быть, другой случай. Это корреляция, при которой наличие статистической связи между переменными событиями не означает, что изменение одной переменной является причиной изменения другой переменной. Соответственно, на таком простом примере можно показать, в чем существенная разница между причинно-следственной связью и корреляцией. Например, мы имеем некую статистику, в соответствии с которой в солнечную погоду вырастает потребление мороженого. В то же самое время мы знаем, что в солнечную погоду увеличивается количество сгоревших на солнце или получивших какие-то солнечные термические удары. Но есть прямая причинно-следственная связь между солнечной погодой и мороженым. И солнечной погодой, и сгоранием на солнце. Но если загрузить данные по увеличению количества мороженого, потребления мороженого и количеством данными по сгоревших на солнце, то мы неожиданно можем обнаружить с помощью средств искусственного интеллекта, неожиданно можем обнаружить некую корреляцию между этими двумя параметрами. Напрямую они между собой никак не связаны, причинно-следственной связи никакой нет. Ну, одни сгорают на солнце, другие едят мороженое. Но корреляция есть, она обусловлена некой третьей причиной, которая, возможно, в этом уравнении не присутствовала. Так вот, в первом случае, когда существует причинно-следственная связь, материал заявки достаточно указать на выявленную причинно-следственную связь между явлениями, событиями и процессами, если она очевидна. А вот в том случае, если ваш технический результат основан на наличии вот этой статистической связи, то в этом случае вот это наличие статистической связи должно подтверждаться экспериментальными данными. В материалах заявки необходимо указать на особенности, используемые статистической модели, особенности, используемые для ее тренировки данных, обеспечивших возможность реализации изобретения с достижением заявленного технического результата. При оценке изобретательского уровня требуется некоторое внимание к выбору специалиста, поскольку подобное решение относится, как правило, к нескольким техническим областям. Под специалистом понимается группа лиц, которая в совокупности обладает квалификацией, соответствующей среднему требованию в данной области техники, позволяющей осуществить заявленное изобретение. При оценке очевидности нужно иметь в виду, что поскольку подобное решение относится, как правило, к нескольким техническим областям, косвенным признаком неочевидности является, например, отсутствие информации о применении элементов искусственного интеллекта в рассматриваемой прикладной области. Просто в качестве иллюстрации могу, например, привести какой-нибудь пример, может быть, не очень красивый, но, например, долгое время были системы компьютерного зрения, системы распознавания образов использовались, о них четко совершенно знали программисты, которые занимались подобного рода системами. Но потом в какой-то определенный момент данные системы начали использоваться для каких-то конкретных прикладных целей, ну, например, для распознавания каких-то заболеваний кожи, например. Можно ли считать очевидным применение данного метода, метода распознавания образов в этой отрасли, в медицинской отрасли для целей диагностирования какого-то заболевания? Считаю, что нет. Считаю, что нет. Считаю, что в данном случае мы должны говорить о неочевидности для специалистов в области медицинской диагностики использования подобного рода решений. Ну и, соответственно, при оценке вклада в достижение технического результата следует обратить внимание вот как раз на ту техническую взаимосвязь признаков, о котором мы говорили выше. И установление приводит влияние этих признаков на заявляемый технический результат. Это связано, ну, вот как мы говорили, в том числе с полнотой раскрытия. Собственно, дальше у меня есть некоторый пример. Если есть еще время, я тогда быстро по нему пробегусь. Да, это простой пример. Он покажет какие-то особенности рассмотрения подобных заявок. Итак, предположим, что у нас есть заявка на изобретение устройства оценки качества зажима винта, который оценивает качество зажима винта во время операции автоматического зажима. Ну, такое бывает, например, на сборочных конвейерах каких-то автомобилей. А сущное изобретение заключается в том, что при использовании отвертки или шоуповерта требуется оценить качество винтового соединения. Их там очень много. Вот. Большое количество винтов мы закручиваем в автоматическом режиме, например, при сборке автомобиля. Вот. Предлагается снабить отвертку датчиками скорости вращения, углового ускорения, положения и наклона отвертки, которые будут передавать в цифровом виде эти параметры в микрокомпьютер. А вот на этом микрокомпьютере как раз установлена нейронная сеть, которая сначала тренируется на данных, получаемых от датчиков, с возможностью связывания входных данных с полученным результатом закручивания. А потом на основании созданной модели, получая данные от датчиков во время работы, оценивается качество зажима винта. Ну, вот здесь на экране формула изобретения. Итак, значит, устройство оценки качества зажима винта и так далее, блок, содержащий блок измерения состояния, блок машинного обучения, блок оценки качества. Итак, давайте обратимся к нашему алгоритму, проверим его на работоспособность на этом простом примере. Ну, во-первых, проверяем, не относит ли родовое понятие заявлено решение напрямую к объектам, перечисленным в правилах 3.3.4. В нашем случае заявлено устройство оценки качества зажима винта, которое оценивает качество зажима винта во время операции автоматического зажима винта с помощью открытки. Ну, ничто в родовом понятии не указывает на какой-либо из перечисленных объектов. Это не программа, не умственная деятельность, вполне себе проверку родового понятия такая формулировка проходит. Кроме того, видно, что заявляется пока формально устройство, то есть допустимый с точки зрения объекта патентования. Далее мы определяем, выражены ли признаки решения формы, характеризующие заданный или преобразованный человеком материальный объект или процесс. То есть анализируем признаки формулы. Далее мы выясняем, да, слово устройство в родовом понятии есть, но как там с признаками, которые его описывают. Содержит ли формула изобретения признаки, характеризующие решение, которое относится к объектным перечисленным правилам 3.3 инструкции, а именно программа для EVM. Из формулы видно, что следующие признаки характеризуют программные решения. Блок машинного обучения, который обучает нейронную сеть посредством машинного обучения. И блок оценки качества зажима винта, который оценивает качество зажима винта в ответ на ввод в нейронную сеть определенных данных. Это должно нас как бы насторожить. А есть ли в этом решении вообще другие признаки? То есть содержит ли формула изобретения технические признаки, характеризующие решение, которые не относятся к этим объектам? И мы находим следующие признаки. Блок измерения состояния, который измеряет набор переменных состояния, содержащих скорость вращения, угловое ускорение и так далее. Нам понятно, что в данном случае речь идет о датчиках, которые, очевидно, представляют себя материальные объекты и являются детальными устройствами. Отлично. Мы двигаемся дальше. По результатам анализа, если по этим пунктам есть положительный ответ, принимаем решение о соответствии заявленному решению требованием правил 3.3 и 3.4 инструкции. Решение признали изобретением. И осуществляем проверку патентоспособности, промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень. Оценка патентоспособности, промышленная применимость в данном случае не является сложной задачей. Во-первых, у нас есть вполне определенное назначение изобретения. Оценка качества зажима винта и так далее. Во-вторых, специалисту понятно, каким образом данное решение может быть реализовано известными методами. В том числе речь идет и об использовании нейронной сети, поскольку очевидно, что между измеряемыми параметрами качества зажима винта есть причинно-следственная связь. Вот если бы в качестве входных параметров использовались бы параметры, связь которых с качеством зажима винта была бы не так очевидна, например, время суток или влажность воздуха в помещении, то для признания промышленной применимости заявителю потребовалось привести больше данных и свидетельств. Оценка условий патентоспособности, новизна, как мы понимаем, начинается с определения уровня техники, то есть с поиска документов, которые мы можем считать релевантными нашим решением. В данном случае эксперт нашел два релевантных документа уровня техники. Устройство оценки качества зажима винта, которое оценивает то же самое и содержащее блок измерения состояния, блок машинного обучения и так далее, блок оценки качества. И второй документ – это некий способ оценки качества зажима винта, включающий измерение положения наклона отвертки и оценку качества зажима винта на основе измеренного положения. В том случае, если бы документ D1 или D2 описывал все признаки нашего изобретения, мы бы сделали вывод о несоответствии к изобретению условиям патентоспособности новизна. И в том случае, если заявитель бы не представил нам измененную редакцию формулы изобретения, вынесли бы решение об отказе. Но сравнительный анализ выявил, что наше изобретение отличается как от одного, так и от второго решения. Причем, если второе решение отличается от нашего изобретения очень сильно, то в первом решении мы находим много идентичных признаков с нашим изобретением. А именно, часть признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения, содержится в документе D1. Помните, что мы сравниваем наше решение с D1, а не наоборот. Как правило, то решение, знайденных нами, которое наиболее близко к нашему изобретению, мы принимаем за прототип. И переходим к оценке в данном случае изобретательского уровня, ну, раз, коли уж у нас есть отличительные признаки. Оцениваем изобретательский уровень или изобретательский шаг, как говорят некоторые специалисты. Итак, по нашей схеме мы выявляем отличительные признаки от прототипа от документа D1. Согласно изобретению по пункту 1, блок измерения состояния измеряет набор переменных, содержащих скорость вращения, угловое ускорение, положение наклон-квертки. С помощью набора переменных состояний, содержащих эти четыре переменных, проводится машинное обучение нейронной сети и оценивается качество зажима винта. Между тем, согласно процитированному документу D1, блок измерения состояния измеряет набор переменных состояний, содержащих только скорость вращения и угловое ускорение отвертки. И с помощью этого набора переменных проводится машинное обучение нейронной сети и оценивается качество зажима винта. Технический результат. Целью настоящего изобретения является создание устройства, которое оценивает качество. Технические результаты там и там один и тот же. Признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения. В публикации D2 качество зажима винта оценивается на основе положения. То есть мы привлекаем документ D2. В документе D2 качество зажима винта оценивается на основе положения наклона отвертки. То есть там других признаков нет, но положение наклона отвертки и вот эта корреляция между положением отвертки и техническим результатом мы обнаружим в документе D2. И D1 и D2 направлены на оценку качества зажима винта. При этом использование имеет корреляцию, чтобы повысить надежность этих результатов. В данном случае делается вывод о том, что по этим двум документам выбор является очевидным и соответственно решение не признается соответствующим критерием изобретательских. Ну, собственно, вот на этом я хотел бы закончить свою презентацию. Спасибо за внимание. Если есть вопросы... Видно вам? Да, к вопросам сейчас. Так, читаем вопрос. Да, да. 41-42. Слайд 41-42. Ну, здесь вопрос о чем? Вернуться к слайдам 41-42. Еще раз уточнить, почему способ классифицирования сообщения хорошее родовое понятие, а способ учета изменений нет. Вы обратите внимание, что родовое понятие в данном случае приведено вами немножечко в укороченном состоянии. Собственно, родовое понятие, которое указано на экране, звучит немножечко по-другому. Способ классифицирования сообщений протоколов в сети передачи данных. В данном случае в самом родовом понятии указано, есть указание на то, что данный способ применяется в сетях передачи данных. То есть здесь есть указание на устройство, да, и на систему, в которой, материальную систему, в которой этот способ используется. А вот способ следующий, 42, способ учета изменений содержания нормативных документов. В данном случае никаких материальных объектов речи не идет. В данном случае речь идет о нормативных документах, которые, ну, с точки зрения патентного права, материальным объектом признаны быть нему. Ну, что такое нормативный документ? Это всего лишь набор некоторых понятий инструкции. Здесь я ответил на ваш вопрос. Валентин Юрьевич, огромное вам спасибо. Очень интересно было.